Расскажите, как зарождалась эта идея, вот такой командой подняться в этот раз, кто подал такую идею? Ну вообще эта идея уже зарождена давно уже, с 2009 года наши Хачировы поднимаются на высочайшие точки Эльбруса. У нас есть группа Хачировых, мы в этом году уже планировали за полгода, изъявили желания участники данной экспедиции. И с нами также примкнула к нам наша младшая сестра, племянница Марьяна, это было для нас очень радостно. И готовились мы, готовились в Донбайском ущелье, были на Алибеке, были на Бадугских озерах, делали общую физическую подготовку, подтягивали, это пробежка. Отжимания, приседания, бег. И выехав уже на сам Эльбрус, мы решили в этот раз не классически, не с северной стороны, с северной стороны мы поднимались уже неоднократно. И решили в этот раз идти с седловину, не классическим маршрутом на восточную вершину. Спускались также не классическим, очень сложным маршрутом. До этого мы поднялись на 3800, сделали акклиматизацию, были готовы. И взяв проводника от руководства МЧС Терскола, мы хвала Всевышнему, все поднялись и хвала Аллаху, мы все живы и здоровы спустились. Я еще раз очень приятно удивлен. Марат Хачиров Марат, ему 21 год. Это первый Хачиров в его возрасте, который поднялся на вершину. И вообще в его возрасте редко кто поднимается на восточную вершину. И еще более я был удивлен Марианной. Это единственная девушка Хачировых. И одна из немногих, которая поднялась также на восточную вершину. Так что хвала Всевышнему, я доволен всей командой. Тимур, расскажите, мы знаем, что вы доктор. Как так получилось, что вы зашли на Эльбрус? Это первый раз вы туда поднимаетесь? Я вообще никогда не занимался ни альпинизмом, ни скалолазанием. Но с детства скалолазание мне нравилось. А на Эльбрус я мечтал давно подняться. Наши предки великие, в том числе Хачиров и Исаакилар, оставили нам такой задел, который даже догнать сложно. Но стремиться к этому мы обязаны, я считаю. Я лелеял эту мечту подняться. Когда услышал, что будет подъем на Эльбрус, я лично в сообщении написал Мурату, что я буду подниматься. Никому не сообщал, ни родственникам никому. Начал готовиться, начал бегать, подтягивать дыхательную систему, кровеносную. В общем, в плане подготовки пробежал даже полумарафон 21 километр в Санкт-Петербурге. Очень рад, что получилось все. Очень рад, что такая компания дружная собралась. Узнали братьев, сестер друг друга еще лучше. Лучше для фамилии, для рода, для семьи, по-моему, обстоятельств, для знакомства, для узнавания друг друга еще более глубокого. По-моему, быть не может. Я очень счастлив. Впечатления какие, когда вы поднялись? Когда поднимался, было тяжело. Когда поднялся, ощущение себя маленьким, никчемным по сравнению с силой природы, со стихией, с величайшей горой. Ну, то есть, она требует к себе уважения, почета. И было очень приятно. Было очень приятно. Я был рад, что я смог, что у меня получилось. Слава Всевышнему. Вам повезло. У вас был брат, доктор замечательный в вашей команде. Ну, а самый юный участник, вот у него хочу спросить. Касательно подъема тоже самое. Да, конечно. Ну, когда я поднимался, было очень тяжело морально. Хотелось сдаться, спуститься, но там такой возможности нет. Поэтому пришлось все-таки добраться до вершины. И добравшись уже до конца, ощущал полное удовлетворение. Было хорошо на душе. То есть, все самое сложное было позади. А желание в следующий раз еще присоединиться? Ну, сложный вопрос. Пока сложный, да? Понятно. Ну, и единственной девушке, как вы настраивались, как собирались, как дома отнеслись? На Эльбрус подняться, это была уже моя давняя мечта. Это мой не последний раз. В скорейшем времени я, дай Аллах, собираюсь опять туда подняться. Мне было намного легче морально от осознания того, что со мной рядом вот такие вот братья, моя семья рядом. Когда твоя семья рядом, все-таки все горы по колено, кажется. И самое главное — это упование на Всевышнего. Если ты уповаешь на Всевышнего, непременно все у тебя будет. И хотелось бы хоть как-то отблагодарить своего прадеда, хоть как-то немножко, хотя бы на одну десятую соответствовать ему. Какой день вы вышли в путь? Погода какая была? Настрой какой был? Пока у нас прошла акклиматизация, мы, конечно же, ждали погоду. Самая главная погода там. Ну, мы могли подняться на день раньше, но погодные условия были очень плохие. У нас такая компания действительно очень дружная, очень веселая. Собралась и в том числе вот сейчас интервьюировали нашего брата МЧСникова. Он у нас как второй гид шел, нес самую тяжелую ношу и всех контролировал. Первый гид наш был балкарец, Ислам. Очень хорошо подготовленные ребята и команду мы подготовили. В принципе, мы постарались подготовиться, вывести в соответствующую физическую форму нашу команду. И поэтому нам все удалось, все поднялись, все вернулись. Самое сложное, подъем, конечно, сложнее, чем спуск. Но радость от того, что покорена высочайшая точка Европы, она, конечно, безмерна. Хотите повторить еще раз? Пока нет. В дальнейшем планирую все-таки. Но сейчас это очень тяжело. На самом деле очень тяжело, очень трудный подъем, очень трудный спуск. Я, в принципе, практически всю свою жизнь занимаюсь спортом и профессионально когда-то занимался. Но мне было очень тяжело. На данный момент надо восстановиться, надо отдохнуть, надо свыкнуться с этой мыслью. А в дальнейшем эту традицию подъема на юбилей, в том числе, и на годовщины подъема нашего великого предка мы планируем продолжать, конечно же. Горы зовут тех, кто их любит, скажем так. Мы, видимо, у нас одна любовь к этим горам и к своим предкам, патриотизм. И поэтому у нас, скажем так, собралась такая дружная группа. Два врача, судья, МЧСник, общественник, занимается профессионально конным спортом. Ну и я тоже в том числе, я тоже как бы до этого были восхождения, уже понимание было насчет Эльбруса. Спасибо вам большое, желаю вам успехов во всех начинаниях. Еще раз поздравляю.